До решающего голосования остается всего один день. Уже завтра вечером станет ясно, примет ли Екатеринбург всемирную выставку Экспо. В Париж, где пройдет голосование, уже прилетела делегация Свердловской области. И сейчас идут приготовления к финальной презентации. В течение последних дней большое количество встреч с послами государств, которые будут принимать участие в голосовании. Еще раз обсуждаем те позиции, которые в свое время были согласованы с руководителями государств и руководителями правительств. Настрой на победу существует. Никто не выходит на игру, не веря в свои силы. Поэтому мы тоже верим в то, что работа, которая была проделана заявочным комитетом, правительством, что эта работа должна принести свой результат. В случае победы город без преувеличения ждет новая жизнь. Развитие уральской столицы ускорится на 30 лет. Это не только новые развязки, дороги, но и жилье эконом-класса, которое после выставки останется горожанам. Ждать ли глобальных перемен станет ясно совсем скоро. Завтра в Париже Екатеринбург представит финальную презентацию. И мы снова готовы удивить всех. Также завтра состоится голосование, в котором примут участие 167 стран. По признанию многих членов бюро выставок, уральская столица считается одним из лидеров заявочного марафона. Напомню, за право проводить у себя всемирную выставку, помимо нашего города, борются турецкий Измир, бразильский Сан-Пауло и столица Арабских Эмиратов, Дубай. И у Екатеринбурга есть все шансы стать столицей Экспо. Результат будет известен примерно в 23 часа по екатеринбургскому времени. В Париже находится и наш корреспондент. И завтра мы будем узнавать решения в режиме онлайн. Продолжение следует...